Ребята, досмотрите это видео обязательно до конца. В конце видео мы будем разыгрывать 10 пачек вот таких вот хмельных турбодрожей. Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, самогонщик Витальсон. На улице гроза, гром, сверкает молния, а я сегодня дома, мне ни погода, ни почем. Друзья мои, хочу вас сегодня познакомить с одной конторой, которая называется Создай свое вино. Ссылочка будет в описании. Хотя раньше я уже снимал видео по поводу вот этих глюкозно-фруктозных сиропов. А сегодня хочу обратить ваше внимание на вот такие дрожжи. Это дрожжи хмельные турбо. Почему я решил именно обратить ваше внимание на эти дрожжики? Потому что, ребята, произошло, можно сказать, чудо чудное. Как вы знаете, я работал с огромным количеством разных дрожжей, потому что за 5 лет своей практики, ну, я, в принципе, перепробовал все, что можно. Производители отправили мне вот эти дрожжи. Я прошу их не путать с обычными хмельными. Отправили мне вот эти дрожжи и сказали, Витальсон, давай-ка ты попробуй, потестируйте дрожжи. Мы за них уверены. Дрожжи вот такие, кушают сахар. Ну, ура! Я так это посмотрел, посмотрел. Ну, потестирую дрожжи как дрожжи, турбо как турбо. И смотрите, ребята, что случилось. Я сейчас снимаю и монтирую конкретный полноформатный ролик по постановке браги на вот этих фруктозно-глюкозных сиропах. Все, 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 отснимаю до мелочей. И этот ролик выйдет на канале чуть-чуть позже, когда я уже буду делать перегоны. Но, забегая вперед, вы видели, я ставил брагу на сиропе манго и на сиропе слива. Использовал в каждый затор по одной пачке вот таких дрожжей. Здесь 100 грамм. Стоят эти дрожжи всего лишь 100 рублей пакет. Вот. Сначала я отнесся довольно-таки скептически в плане того, что, ну, турбодрожжи и турбодрожжи. Перепробовал я их очень много. Завелись они очень быстро. Не прошло и часа. Пошло уже бурление, кипение. Появилась пенка буквально 2-3 сантиметра, не более того. Дальше подниматься не стала. Такая бурлящая пенная шапочка. Я говорю, ого, прекрасненько, замечательно. Один затор поставил я под гидрик, второй просто открытый. 30-го числа. Днём я поставил эти заторы. Что по заторам получилось? Две канистры по 5 литров сиропа, 25 литров воды и пачка дрожжей. Получилась плотность 25. Плотность затора была 25. Водичка тёпленькая, где-то градусов 30. Проходит 2 дня, 2 суток. Я подхожу к затору. Один молчит. Гидрик не работает вообще. Странно, не понял. Открываю второй, который без гидрика. Тишина. Пены нет, ничего нет. И буквально несколько сантиметров сверху уже пошло осветление. Я думаю, ёлки-палки. Это что такое? Что за дела? Двое суток прошло. Странно. Меня тут вообще сомнения взяли. Я беру ориометр, дабы проверить плотность, чтобы не быть голословным. В конце видео я вам покажу бочечку. Я беру, опускаю туда ориометр. И о чудо, он утонул. Дрожжи съели все сахара. Получается в ноль. Это за двое суток плотность 25. При таком крутом гидромодуле. 25 литров воды и 2 канистрочки глюкозно-фруктозного сиропа. Я чумел. Никаких там подогревов. Все стояло при комнатной обычной температуре. Ну, сколько у меня в квартире? Градусов 25, наверное. Вот так. Я обалдел. Уже нюхаю, появился такой спиртовой запах. За двое суток, ребята, двое суток. Пачка дрожжей. Хмельные. Турбо, которые стоят всего лишь 100 рублей. Теперь я хочу их протестировать на сахаре. Здесь сзади есть подробная рецептура для сахара. Я хочу их протестировать на сахаре в том плане, что за сколько они скушают именно 10 килограмм сахара. Еще хочу сделать такой хард-тест. Разделить пачку пополам и посмотреть на время брожения, как будут кушать. Но это в дальнейшем будет. Так что, ребята, заказывайте вот такие дрожжи вообще без проблем. За двое суток сожрали все. Кстати, на сайте присутствуют еще другие дрожжи. Вот такие вот. Фирменный знак лейка. Это турбо дрожжи для вин. Фасовочка разная. Вот 50 грамм пакетики. 10 грамм пакетики. Также еще есть дрожжи. Активные сухие дрожжи для вин. Без приставки турбо. В этих дрожжах нет вот этих биодобавок, которые присутствуют в турбо. Также фасовочка 50 грамм и 10 грамм. Эти дрожжи я пока что не тестировал. Вообще, разговаривая с технологом производства, мне сказали, что вот эти дрожжи прекрасно сохраняют и дополняют арганолептику продукта. Я хочу попробовать их на вине. Сделать вино. Ну и также потестировать на заторе для дистиллята. Получается, вот такие 5-литровые канистрочки присутствуют на сайте. И литровые. Вот они. Такие. Литровые. Здесь нет никакой химозы. Все натуральное. Я недавно что сделал. Видео, кстати, тоже будет на канале. Я взял вот такую литровую бутылочку. И сделал мацерацию. Залил. Ну, мацерацию, знаете, как делать? Залил в куб сортировочку. Добавил яблочный вот такой сироп. 1 литр. И все это дело на прямотоке перегнал. Вы не представляете, какой получился аромат. Это что-то с чем-то вообще. Гнал до нуля. Никаких вареных тряпок. Никакого компота. Ничего такого. Прекраснейший аромат получился. Просто великолепный. Я сейчас даже, наверное, откажусь от мацерации на свежих фруктах. Буду делать только на соках. Потому что аромат великолепный. И гнать можно до нуля совершенно спокойно. Когда перегоняю на фруктах, все равно после 40, когда крепость падает 40-35 в струе, все равно появляются нотки вареные, вот эти вот компотные нотки вареных тряпок. Здесь, на соке, вот на этом, все это отсутствует. Прекрасный аромат до самого конца перегона. Мне очень понравилось. Сейчас вот этот а-ля клеводосик, который я получил, я поставлю на брусочки. Ну и далее с вами мы его продегустируем уже на брусках. Видео, кстати, будет на канале по поводу вот этого перегона. Так что, друзья мои, я вам советую, проверено на себе, по мацерации прекрасно, получается, дрожжи просто чумовые. Конечно, я еще проверю при перегоне, какой будет выход и все такое прочее. Но, по тому, как они сожрали сахар, я уже сейчас могу с уверенностью говорить, что это дрожжи за 100 рублей. Это прекраснейший, прекраснейший вариант. Я думаю, дешевле что-то найти нереально. Я имею в виду хороших, хороших дрожжей, а не какого-то фуфла. Здесь совершенно никаких хлебопекарных дрожжей нет. Состав. Активные сухие дрожжи, что-то написано дальше по-английски. Питательная смесь, минеральные вещества, витамины, микроэлементы. Так что, обратите, прошу вас внимание. Это не то, что ради рекламы, а то, что это реально работает. Это реально работает, нежели покупать дрожжи какие-нибудь рублей по 250. Вот они, 100 рублей. И они реально работают. И я думаю, даже если проведу тесты, даже буду делить пачку, я думаю, они будут бродить дольше, но так же все скушают. Смотрите, по поводу вот этих вот всех сиропов. Это не все, что есть на сайте у меня здесь представлено. У меня еще вон там, вон в зале канистра стоит, во, 100 килограмм была посылочка. Для тех, кто хочет делать вино, вот такие литровые бутылочки вообще замечательно зайдут. Не нужно никаких перевонов, никакого оборудования. Покупаете 5-литровую канистру воды в магазине, полтора литра воды отливаете, добавляете туда сироп, добавляете туда дрожжики. Я думаю, кстати, на сайте есть полные таблицы, сколько дрожжей добавлять, сколько воды лить, сколько что бродит, какую крепость набраживает. Подробнейшие таблицы есть на сайте. Если мне не изменяет память, грамм 30 или 35 дрожжей вот таких вот нужно. Добавляем туда дрожжи, ставим гидрозатвор, все, вино бродит. Вино, когда отбродило, на сайте есть также маленькие пакетики, есть и большие пакетики с бентонитом. Бентонит это натуральный продукт, там тоже нет никакой химии. Осветляем бентонитом, через фильтровальную бумагу там пропустили, вино готово. Я к чему, что не нужно никакого оборудования для тех, у кого ничего нет, кому ничего не нужно гнать. Вот, в обычной пятишке все это, венцо можно сделать. Также на сайте будут представлены винные наборы в коробочках. В винном наборе там будет вот бутылочка с сиропом, дрожжи, бентонит, фильтровальная бумага. В общем, все, что вам нужно. Купили вот такой наборчик, все, а вам остается только бутылку пятилитровую воды купить. Или если у вас там пустая пятишка есть, чистую водичку берете, чистую фильтрованную, и все, и покупать ничего не нужно. Так, по поводу сиропов, которые я использую для дистилляции, для браги. Они, в принципе, все годятся, как для браги, так и для вина. Но для браги я просто беру вот такие вот большие пятилитровые канистры. По поводу вот этих вот больших канистр, смотрите, я, допустим, раньше как брал, я брал концентрированный сок, две канистры, покупал 5 килограмм декстрозы и ставил брагу. Декстрозой я поднимал плотность. Это выходило очень и очень накладно по денежкам. Вот здесь уже все готово. Нам декстроза не нужна. Просто выливаем две канистры в 25 литров воды и добавляем пачку дрожжей. Все. По деньгам выходит гораздо выгоднее. Вы сами посчитаете, и это поймете, что по деньгам выходит гораздо, гораздо выгоднее. Так что, вот как, допустим, у меня, я живу в квартире, я живу в городе, у меня негде достать на халяву или там за 3 копейки огромное количество каких-то фруктов, ягод или еще чего-то. Так что для квартирных условий вот такие наборы, такие концентраты, это просто находка. Далее я буду делать перегоны, посмотрим еще по органолептике, по выходу продукта. Все это я сниму и все очень подробно вам расскажу и покажу. Также есть еще вот такие вот сиропы, вот он, он стоит. Это зерновой. Это сироп для приготовления зерновой водочки. Конкретно по составу и как этот сироп делается, вы можете также зайти на сайт и посмотреть. Там все очень подробно написано, я вас не буду утомлять своими объяснениями. Заходите на сайт, смотрите, как этот сироп делается для зерновой водочки. Я думаю, тоже получится отличная вещь, отличный вариант. Ну что ж, еще хочу сказать по поводу всего вот этого. С производителем я договорился о том, что мы проведем конкурс, проведем розыгрыш на вот эти вот хмельные турбодрожжи. Я думаю, что условия мы конкурса оставим, ну как всегда прежние. Нужно будет, нужно от вас будет сделать что? Это поставить лайк под видео и написать комментарий. В принципе все, больше совершенно ничего не нужно. Ну если есть возможность, можете репостнуть это видео куда-то в соцсети свои, но это в принципе не обязательно. И давайте мы разыграем с вами 10 пачек вот таких вот турбодрожжей. Сделаем простейший розыгрыш и где-нибудь дней через 5 проведем его в онлайне. И производитель совершенно бесплатно, естественно, отправит победителю 10 пачек вот таких хмельных дрожжей. Я думаю, условия понятные и приз достаточно приятный. Правильно, друзья мои? Я считаю правильно. Я вообще приверженец того, чтобы было хорошо и мне, и хорошо и вам. Поэтому договариваюсь с производителями, чтобы устраивать вот такие вот конкурсы. Так что разыграем вот такие замечательные дрожжики. Вот давайте еще вам сейчас поближе покажу, как они выглядят, чтобы вы знали. Так, вот так давайте. И с обратной вот так вот стороны, как все это выглядит. Все, ребята, я теперь пошел заниматься своими делами. Сейчас буду делать перевоны. Вам я говорю, до свидания, до новых встреч. Быть добру, друзья мои, быть добру. Вот она, сливовая брага, которая простояла двое суток от начала брожения. Посмотрите, сверху она уже начала осветляться. Уже спиртовой запах у нее такой приятный. Смотрите, опускаем ориометр. Вы видите, что творится? И это за двое суток, ребята, за двое суток. Я нахожусь в тихом шоке.